Поприветствуй 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 вы думаете что у нас можно ну вы же в сочи друзья мои надо красиво одеваться и при этом прилично не нарушая приличий рамок приличия для женщин особенно поэтому давайте всегда каждое воскресенье будем красиво одеваться если ты сам не любишь красиво одеваться и твоему мужу твоей жене все равно как ты одеваешься иногда так бывает то ты когда утром воскресенье одеваешься говори я буду красиво одеваться для пастора красивые прилично да слава богу зажжен они всегда добавят поправит спасибо так что слава богу и знаете я вернулся и так вижу преображение в церкви когда тебя нет какое-то время когда ты на месте ты не замечаешь порой но когда ты отсутствуешь и бываешь в разных местах ты приезжаешь и видишь как церковь преображается и хочу еще раз повторить это так приятно повторять мы расплатились со всеми долгами и сегодня я еще буду об этом повторять это это здорово ну как сказал александр мы не останавливаемся на этом у нас уже планы приобрести свое здание в этом городе не помещение в здании нам нужно уже здание верни соседа скажи нам нужно здание только не отвечая ему опять жертвовать это здорово когда мы жертвы это здорово друзья мои уникальная возможность у нас есть оставить после себя что-то на этой земле и мы уже внесли такой вклад знаете когда мы идем на заслуженный отдых и после нас придет поколение мы им уже передадим что-то мы скажем мы не ушли оставив вас с долгами да мы уходим оставив вам наследие потому что мудрые родители собирают наследие для своих детей и мы как мудрые родители имеем сегодня наследие мы имеем что передать своим детям мы не прожгли эту жизнь знаете иногда ли родители умирают и мне чем передать нечего передать кроме долгов своим детям а мы не прожгли эту жизнь мы ее разумно провели мы собирали для нашего будущего поколения помните как давид это делал он сам не мог построить но он столько набрал добра он передал это соломону говорит на сынок тебе даже париться не надо вот те чертежи вот те строители вот тебе золото а мне чё папа делать ну просто рукой махни там все построить мне бог не дал махнуть рукой вот я бы махнул но бог говорит твоя рука в крови не будешь махать ей ты махни рукой все сейчас сделается он махнул рукой и все построить вот мы должны также с вами и мы так живем спасибо каждому из вас за ваши жертвы за ваши вклады за ваши молитвы за все спасибо вам вы замечательная церковь и в такой церкви служить одно удовольствие слава богу слава богу давайте сдадим аминь аминь нас ждут великие дела скажи соседу своему не больше не меньше великие дела бог будет открывать нам в этом году великое и недоступно что это библейский принцип что сказал господь воззови ко мне и я отвечу что он дальше сказал покажу что тебе покажу а великая я думал он сказал ничтожное знаешь такой ничтожное покажу тебе ничего не значащего великая это мы уменьшаем бог всегда велик аминь поэтому слава богу за это время я хотел бы продолжить серию проповедей от пастуха к царю мы продолжаем говорить о давиде о его жизни о том пути который он прошел от пастуха до царя первое для того чтобы научиться как быть человеком по сердцу бога потому что давид был таким человеком нашел я мужа по сердцу своему и мы должны смотреть на его поступки на его дела как он сделал так чтобы быть по сердцу бога и второе чему мы учимся в серии этих проповедей это как быть царем который исполняет не свою волю а волю царя царей есть цари которые исполняют свою волю и они монархи единоличные правители но мы с вами царственное священство мы те цари которые подчинены царю царей и мы должны исполнять не свою волю а волю царя небесного помните этот случай с давидом когда враги забрали его детей забрали его жен они напали на сики лак разорили его сожгли его увели людей в плен и давид когда пришел со своим войском войско начало сетовать на него начали осуждать его и хотели бы помнить эту историю и вроде бы в таких стесненных обстоятельствах а это очень стесненное обстоятельство я бы лично бросился догонять врага отбирать завоевывать но давид не пошел на поводу у своих эмоций он что сделал он стал вопрошать бога бога какая твоя воля и мне здесь думается какая может быть еще воля когда тебя разорили когда у тебя отняли смириться что ли все уже и так нет ничего ты уже и так все потерял сейчас жизнь потеряешь да надо людей поднять бои бежать догонять отбирать но давид так не сделал он сказал бог что ты хочешь хотя ситуация очевидная ответ на нее очевиден казалось бы но давид в этой очевидной ситуации взывает господу и спрашивает господь а что ты хочешь скажешь скажи догонять или нет и бог сказал ему иди и я вижу такой принцип ключевой принцип в жизни давида находится в воле божьей побеждает теряет волю божью и своего вида проигрывает друзья мои вот что я вам хочу сегодня сказать любое твое действие в рамках божьей воли приведет к тебя к успеху еще раз повторю любое твое действие любое твое действие в рамках божьей воли приведет тебя к успеху будьте всегда в воле божьей хочу напомнить что в этой серии проповедей я уже дал вам несколько тем первый из них не печалься том что отвергает господь в нашей жизни бывает так что бог что-то отвергает знаете у бога есть несколько ответов мы всегда у бога ждем дарами вот нам пришли мы к богу и ждем вот этого да и аминь а у бога есть еще ответ подожди такой год подожди сколько 25 лет всего лишь ничего сколько 25 он готов что такое это сравнение с вечности ничего а еще знаете у бога есть неприятный для нас ответ но он тоже ответ который звучит нет мы забыли что бог может говорить нет мы даже представить себе не можем что бог может говорить нет особенно на наши очень очень желаемые тавтологии желаемые желания когда мы очень сильно чего-то желаем мы приходим к богу мы всегда ожидаем что бог скажет а и когда он говорит нет мы даже не слышим этого нет потому что в наших ушах звучит да вторая тема это свое время тебя позовут и третья тема бог больше любого опыта позитивного негативного найти и позитивный опыт иногда играет с нами злую шутку и также негативный опыт иногда нас удерживает от достижений от побед от дерзновения от стремления от цели от целеполагания потому что я уже это делал как говорят однажды обжегся на молоке на воду начинает дуть понимаете это так действительно опыт в нашей жизни играет большую роль но я хотел сказать этой проповеди что бог больше опыта когда бог говорит против твоего опыта слушай бога выбирай бога и ты увидишь ты будешь уметь иметь успех я надеюсь что эти проповеди они помогут вам пройти путь от того кем вы являетесь до того кем вас хочет видеть бог мы проходим этот путь да и аминь от призвания от того как мы только призвали иисуса христа в свою жизнь и мы ему сказали да в своей жизни он уже нас поставил каждого в положение царственного священства ты царь и священник в царстве божьем каждый из вас абсолютно каждый из вас кто принял иисуса христа своим господом и спасителем он уже стоит в положении царственного священства но есть одно но нам надо соответствовать этому положению вот чему мы учимся мы в положении царственного священства но надо соответствовать этому положению и нам надо этому учиться и мы остановились на том что Давида не было в числе сынов Исея, которому пришел пророк Самуил для того, чтобы помазать нового царя, потому что Саула Бог отверг, он забрал у него царство, хотя Саул еще и правил, и послал Самуила пророка в семью Исея для того, чтобы он пришел, ибо там в этой семье Бог избрал нового царя. Но когда пророк стал смотреть на сыновей Исея, он не нашел среди них того, кого Бог избрал. Давида не было, друзья мои, среди них, потому что отец даже не позвал Давида, он не видел в Давиде никаких перспектив, никаких задатков, никаких талантов и даров для того, чтобы Давид смог стать царем, друзья мои. Он не верил в него. Но когда люди видели в Давиде только пастуха, Бог уже в нем видел великого царя Израиля. Послушайте, люди видели только пастуха, отец не доверял, но Бог уже видел великого царя Израиля. И Давида позвали и помазали в цари, так как если Бог кого-то призывает, никто не сможет этого отменить, никто не сможет этому противостоять. Бог не зависит, друзья, от мнения людей, это люди зависят от Его мнения. Бог не зависит от нашего мнения, вообще никак. Ты можешь о нем думать все, что хочешь. Можешь обижаться, огорчаться, это твоя проблема. Мы зависим от Его мнения, мы должны понимать это. И если люди сегодня не замечают в тебе потенциала, не замечают каких-то даров, которых Бог в тебя вложил, это еще не значит, что Бог также смотрит на тебя. Может быть, сегодня ты гоним, может быть, сегодня ты отвергнут, может быть, сегодня ты хочешь куда-то попасть, где-то служить, где-то стоять, но люди не замечают этого. Люди не зовут тебя, люди отвергают тебя. Это еще не значит, что Бог смотрит на тебя так же. Бог знает, какие дары и таланты поместил в тебя. Он один знает это. И знаешь что? Придет время, Он обязательно, невзирая на людское мнение, поднимет тебя и будет совершать через тебя великие дела. Не меньше, друзья мои, именно великие дела, как я сказал в начале, это нам свойственно преуменьшать. А Бог, великий Бог, и Он творит великие дела. Он не непосредственный, Он не просто такой, знаете, мелкий божок, карманный, которого мы засунули в свою черепную коробку. И думаем о нем, представляем, рисуем его по образу и подобию своему. Хотя Он нас создал по образу и подобию его. И мы должны соответствовать великому Богу. Друзья мои, кто бы тебе чего ни говорил, строй великие планы. Мелкие планы сами совершатся в твоей жизни. Строй великие планы и стремись к этим великим планам, независимо от людского мнения, чтобы они не говорили. Да ты не достигнешь, да ты не сможешь, да ты не пройдешь. Не важно. Я люблю эту притчу про лягушку, которая попала в яму, прыгала, прыгала в яму. А там много лягушек было. Уже некоторые лягушки почили, отошли. Они, животные навряд ли попадут в рай. Даже те ваши любимые питомцы, кого вы очень сильно любите, ну Библия не говорит о том, что они попадут в рай. Ну ладно, ваш один принесете, отпоем, попадет. Остальные нет. И вот эта лягушка прыгает, а наверху другие говорят, ну что ты, ну хватит прыгать, посмотри, сэкономь силы. Все успокоились, а она все прыгает и прыгает. И ей все говорят и говорят, перестань, не трать силы, подольше проживешь. Она взяла и выпрыгнула из ямы. И подходит к нему и говорит, слушайте, спасибо за то, что вы меня так вдохновляли. Она говорит, мы тебя не вдохновляли, мы наоборот говорили, чтобы ты не прыгал. Она говорит, а я глуховата, говорит, не слышала. Послушайте, будьте иногда глуховаты к мнению людей. Не надо слушать все, что о тебе говорят люди. Слушать то, что о тебе говорит Господь. Приходи к Господу, и Он о тебе говорит. Я тебя подниму. Я тебя сделаю великим. Я буду производить через тебя великие дела. Это так. Поверь в это и живи с этим. Дьявол всегда будет приходить и говорит тебе, что ты о себе возомнил. Ну, слушай, ты сын царя, ты дочь царя, не меньше и не больше. Ну, так вот нам повезло, что мы дочери и сыновья царя. Аминь. Воздай Господу хвалу. Ну, мы видим, что после того, как Самуил помазал Давида во цари, Давид не сразу попадает в тронный зал. На троне, знаете, помазал, сразу пришла свита, взяли его подрученьки белые, привели в тронный зал, посадили на трон, корону ему сразу, на голову, и стали все поклоняться. Он его помазал в цари. Но мы видим, что Давид попадает опять на поле к овцам. Уже, знаете, в такой царственной особе является. Но у овца опять пастух, вроде пастух-царь или царь-пастух, не знаю, как назвать. Иногда у нас, когда мы получаем о себе какое-то или свое призвание, что ты пастор или ты апостол, ты уже сразу в этот день становишься таковым. И ты бросаешь делать то, что ты делал. И начинаешь себя уже вести таким образом. Но мы видим Давида, который после того, как его помазали, попадает опять к стаду и опять выполняет функции пастуха. И первый раз в тронный зал или перед царем он пристал не в качестве претендента на царство, знаете, такой стажер. Пришел и сказал, знаете, меня Самуил уже помазал, давай здесь, я сейчас от тебя отстажируюсь, твое время истекло, и передавай мне, пожалуйста, свой трон. Дмитрий, ты так не делаешь отношения? Передавай трон, пастор, когда ты уйдешь на пенсию уже? Сколько вам лет? У нас до 65 мужчинам здорово, сколько еще долго, 15 лет ждать. Он опять на поле пасет овец, и вдруг его призывают как музыканта. Он первый раз попадает в тронный зал как музыкант. Простой музыкант. Вот как это было, давайте прочитаем. Первое царство, 16 глава, с 14 стиха мы читаем. А от Саула отступил дух Господень, это после того, как Самуил помазал Давида в царей. И возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулу ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя. И отвечал, Саул слугам своим, найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Исея Вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул Вестников к Исею и сказал, пошли ко мне, Давида, сына твоего, который при стаде. Пошли мне, Давида, сына своего, который при стаде. И я хочу сделать несколько выводов из этих стихов. Первый вывод, друзья мои, первый вывод. Делай свое дело исправно, и тебя обязательно заметят. До сих пор, читая это местописание, я не мог понять никак, как слуга, который был в свите Саула, мог увидеть Давида на поле, и при этом заметить, что Давид человек храбрый, воинственный, разумный в речах и видный собой. Ну ладно, что человек красив, что он виден собой, можно заметить издалека. Например, если вы на меня сейчас посмотрите, то вы увидите, что я, нет, невысокого роста. То есть, можно это увидеть издалека. Но вот то, что я храбр, а я храбр, считаю себя, в меру воинственен, вы не сможете заметить, если не будете наблюдать за моими поступками. А вот то, что я мудр в речах своих, вы тоже никак не узнаете, пока не начнете со мной общаться, пока вы не увидите закономерность. Не просто одну-две фразы умные, которые я скажу сегодня, одну-две фразы умные, можно сказать и в попыхах. Знаете, можно это сказать, испугавшись. Но это не значит, что человек мудр, если он сказал одну или две фразы, выдержки какие-то процитировал каких-то умных людей. Сегодня это модно. Ты должен с ним побыть, ты должен увидеть, как он вообще ведет себя в обычных условиях, как он поступает, что он говорит, как он реагирует на какие-то обстоятельства. И только после этого ты сможешь сделать вывод, что этот человек мудрый в речах своих. Так или не так? И у меня вопрос. Как этот слуга, который должен быть постоянно при царе, ему надо прийти в какое-то время, а я не в какое-то время. Как это случилось? И у меня один ответ. Это Бог так устроил. Друзья, Писание говорит, притча 16,7. Когда Господу угодно пути твои, Он и врагов примиряет с тобою. Я уже рассказывал однажды историю о том, как я служил в уголовной исполнительной системе. И я уверовал, принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, стал ходить в церкви. И ко мне пришли старшие братья, как мы их называем, потому что нельзя называть, они сразу появятся. И они сказали, говорят, ты неправильный выбор в своей жизни сделал. Ты человек, который служащий, который в погонах, ты не можешь так поступать. Да, у нас свобода, но все равно надо быть аккуратным. Тебе надо прекратить это все в своей жизни. Мы тебе дадим месяц на размышления, ты подумай, все это оставь и служи дальше спокойно. А иначе, если ты все это не оставишь, мы будем вынуждены сделать так, что ты уйдешь на пенсию. Это самое лучшее, что может быть. За твои, за все заслуги мы тебе позволим уйти спокойно на пенсию. Прямо, вот как она настанет, в первый день пиши рапорт и уйди. А там оставалось пару месяцев мне до этой пенсии, может быть, чуть больше. Я им сказал тогда, говорю, ребят, мне не нужен месяц, я не буду думать, мне нечего думать. Это мой выбор, я его сделал на всю жизнь. Ну так, значит так. Они говорят, ты подумай, ты сейчас вот ставишь на кон карьеру. Ты никуда не поднимешься, ты вот выше этой должности никуда, только на пенсию. Я говорю, ну так, так, так. А тем более, говорю, все Господь решает. Они, ну все, через месяц встретимся, все равно мы тебе месяц дадим. Подумай, сейчас ты, может быть, в запале, в горячке. Я месяц не думал ни о чем, но этот месяц прошел. А страх-то был все равно, когда они придут, когда начнут там что-то говорить. Ну никто не пришел, прошло два, никто не пришел. Прошло еще какое-то время, никого не было. И вдруг мне предлагают занять должность начальника исправительного учреждения. Я согласился, как бы. И приходят эти ребята. И они поздравляют, и я им задаю вопрос. А мне интересно, я говорю, подождите, ну вы же говорили о том, что я выше этой должности никуда не поднимусь. Это же вы говорили. Они говорят, ты знаешь? Хотел сказать, пастор Олег. Они говорят, ты знаешь, мы когда искали на тебя компромат, а мы начали его искать, чем мы больше смотрели со всех сторон тебя, тем мы больше понимали, что кто как не ты подходишь на эту должность. И ты знаешь, это мы рекомендовали твоему руководству тебя поставить на эту должность. Я тогда не вслуха, а сам себе сказал, мой Бог поистине велик. Даже им, даже этим ребятам, Он мог подсказать, что надо сделать. И как сделать? Друзья мои, если Бог захочет тебя поднять, никто не сможет остановить этого. Не надо обижаться на людей, что люди вам ставят преграды. Не надо этого делать. Меня люди не пустили, пойду в другую церковь, в другую домашнюю группу, в другой город, в другую семью, или еще куда-то в другое. Это Божий план. Бог тебя хочет поднять, но Он никогда тебя не поднимет, пока ты не сформируешь свой характер. Он знает, когда тебе что нужно дать. И Он не сразу поставил Давида во цари. Он Его послал нас к стаду. Пусть от стада придет сын твой. Он был у стада, потому что Бог смотрит в нашей жизни, как мы относимся к делу, которое доверено нам сегодня. Делаем ли мы его качественно? Или мы делаем его спустя рукава? Качественно ли ты сегодня играешь на музыкальных инструментах? Может быть, ты играешь и мечтаешь быть апостолом. Если ты плохой музыкант, ты будешь и плохим апостолом. Не по-другому. Если ты плохо сегодня убираешь полы, плохо стакан ставишь на кафедру, плохо собираешь причастие и мечтаешь о том, что ты будешь великим служителем Божьим, никогда ты не будешь таковым. Потому что верный в малом. Верный в малом. Верный в малом написано. Будет и верен, и в большом. А неверный, он и в большом не будет неверным. То относится верный в малом, тому будет доверено больше, друзья мои. И не по-другому. Все, что тебе нужно сейчас, делать то дело, которое ты делаешь для Господа, исправно, но и лучшим образом. Давида заметили тогда, когда он был при стаде. Каким-то необыкновенным образом. Но это Господь, это чудо Божье. Как в моей жизни было. Чудо Божье. Бог показал свою славу. Хотя там были события, развивались, что от меня избавиться хотели. Меня уже увольняли. И мне говорили, ты здесь служить не будешь, и я с тобой служить не буду. Уехали, генералу жаловались. И чего только не было. Но тех людей не стало. А Бог взял и выдвинул меня. Хотя все это время я жил в страхе. Потому что где-то не совсем до конца доверял Богу. Поэтому делай свое дело. Сегодня исправно тебя заметят. Второе, о чем я хочу сказать. Бог привлекает людей на служение от дела. Давид был при стаде. Когда его позвали во дворец. Елисей, который стал потом пророком и имел двойное помазание от Ильи, был при двенадцати в Аллах. И при последних в пыли, при последних он пахал, орал. Там написано орал. Некоторые думают, он взялся за плук и орал. Некоторые так служат Богу. Берутся за плук и орут. Господи, за что же мне это досталось? Нет, орал это слово пахал. Он пахал, делал трудную работу. Ученики, которых призвал Иисус Христос, все были взяты, послушайте, кроме Иуда Искариота, от дела. Один только Иуда Искариот ничем не занимался. И что он сделал? Предал его. Послушайте, Бог привлекает на служение людей от дела, которые занимаются делом. Поэтому сегодня и проповедь называется «Будь в деле». Сегодня люди в церкви ходят, и они не служат Богу вообще никак. Сегодня модно говорить, «Мое служение, моя семья, друг мой, это эгоизм. Выбирайся из этого». Служение твое, семья, это не то служение твое, это ответственность твоя на всю жизнь, которым ты обязан служить. Ты обязан там служить. А есть еще другая ответственность в Царстве Божьем, который Бог тебя призывает и хочет, чтобы ты в нем трудился, приносил плод в Царстве Его. Замечательно, что ты хороший семьянин. Поздравляю тебя. Ты молодец. Но у меня вопрос, что ты делаешь в Царстве Божьем? Я хороших детей воспитываю. Послушай, и неверующих хороших детей воспитываю. Я хороший семьянин. Послушай, и есть неверующие хорошие семьянины, которые хорошие семьянины. А у меня вопрос, что ты делаешь в Царстве Божьем? Какую жертву ты приносишь? Сегодня многие живут по интересам. У нас был церковный выезд, и я многих людей не видел. Ладно, это бывает то, что у людей какие-то очень важные дела. Я согласен, их надо делать. Но чаще всего одни и те же люди не приходят на церковные мероприятия. Одни и те же. И у меня вопрос, все остальные бездельники, что ли? А у вас важные дела? Нет. У вас нет интереса. А послушай, а в этих делах не интерес, а жертва общения. Ты должен приносить эту жертву общения. Ты должен составлять свой график таким образом, чтобы быть на церковных служениях не только тогда, когда ты служишь. Это и есть жертва общения, это и есть созидание церкви. А ты пришел, знаешь, такой важный, побыл, послужил, а когда ты не служишь, тебя нет в церкви. Почему? Тебе не интересно? У тебя дела. Послушай, так нельзя жить? Это неправильно. Это неправильно. Сегодня модно жить по интересам. Но глядя в жизнь таких людей, ты видишь, что там нет успеха. Или он временный. Нет этого успеха. Потому что успех сегодня нам дает Господь. И Он дает нам за то, что мы служим. Помните притчу о талантах? Она же показательная. Это притча о талантах, когда господин уходя раздал таланты или притча о минах. И когда он пришел, что он увидел? Что двое, там вообще в одном случае десятерым раздал и осталось только трое. Семеро вообще куда-то эти мины делали и даже не пришли, когда он их собирал. А трое из этих, которые остались, поступили следующим образом. Двое умножили. Один вложился, так вложился и умножил. Другой чуть меньше. А третий просто сохранил. Завернул и говорит, ну ты знаешь, вот господин-то такой, который собирает там, где не сеял. Ты такой жесткий, господин. И я вот побоялся, а вдруг я вложу эти таланты и не размножу, потеряю, ты потом придешь, спросишь, на каждое, а это я хотя бы тебе твое отдам. В каждого из нас Бог вложил таланты. И Он хочет, чтобы ты служил. Послушайте, там когда Бог пришел, смысл-то в чем этой притчи? Когда Бог пришел, Он не сказал, что у тебя там? О, как классно ты тут дом построил, как классно ты тут семью свою развил, как классно у тебя машина есть, землю купил. Молодец! Он сказал, где мое? Он не сказал, что у тебя-то там есть. Он сказал, где мое? Что с моим ты сделал? Послушай, у каждого дары и таланты не наши, Божьи. Он вложил, и Он придет и скажет, где мое? Ты скажешь, Господь, ты знаешь, я-то тут вот, ну вот, валов купил и пошел смотреть, как они там, валы-то работают. А я женился и с семьей был, а я землю приобрел. Вы помните эти все притчи? Вы думаете, они о неверующих сказаны? Они о нас сказаны, друзья мои. И знаете, что эти люди, они остались с важным, но потеряли главное. Они остались с благословением, но утратили Господа в своей жизни. Потеряли. Служи в Доме Божьем. Служи в Царстве Божьем. Развивайте дары. Если ты раздаятель, раздавай. Если ты пророк, пророчествуй. Если Бог тебя призвал в служение и вспоможение, да так служи, друзья мои. Слава Богу, у меня есть сейчас развлечение. Некоторые там в танчики играются, мужчины. Кто-то еще, а мне Павел Семен камеры наставил в церкви. И я развлекаюсь. Жена видит, я в телефон, говорит, опять ты развлекаешься? Ну да. И я вчера смотрю, ну это не только вчера. Мы приехали с пикника. Я включаю камеру, что там происходит, сцену сделали, круглые или квадратные, как там они, там эллипсом, не знаю, ровно-неровно. И здесь, знаете, движение. Вот оно, святое движение. Столы, стулья двигают, что-то носят. Я смотрю, а, это вот Леонид, а, вот это вот, да, это вот, это. И у меня, знаете, сердце радуется. И думаю, послушай, эти люди не упустили свои награды. Их никто не заставлял, им не платили денег. Они после пикника сюда прибежали, а кто-то на пикнике не был, сюда прибежал. Моют, драют. Смотришь, Ольгу Андреевну, она что, здоровее вас всех, что ли? Постоянно утром на молитве, в воскресенье здесь молятся, промаливают. Ни разу не пропустил человек. Больная приходила сюда и падала. У нас живые мужчины не могут прийти в среду на собрание, проснуться не могут. Люди в отпуск ушли, в церковь не ходят. Зачем? Так устали за год. Вообще просто, просто разум не вмещает. Думаешь, как? Каким образом не приходить целый отпуск на собрание в онлайн смотреть? Привет вам в онлайне. Я каждое воскресенье был в церкви. Мы с женой поехали в Италию. В воскресенье я говорю, пошли в католический храм. Зашли в католический храм, сижу, что-то на итальянском там говорят, не пойму, что говорят, о чем говорят. Что-то бегают с крестами, носят, ну католическое служение идет. Думаю, лишь бы паства не увидела. Сейчас скажут, за Ульфом Эквоном пошел там. А сижу и присутствие Божие накрыло. Сижу и умиляюсь. И думаю, как без церкви? Такое благо. Да интернет это так просто. На ходу, когда ты едешь до церкви, не успеваешь, включи интернет. Чтобы потом в церковь прийти, понять, что здесь происходит. Будьте здесь в общении друг с другом. Вы переливаетесь, вы благословляетесь, вы обтачиваетесь, вы как раз в Царстве Божьем насаждаетесь, укореняетесь, и Бог благословляет вас. Друзья мои, я так радуюсь сегодня, как Бог поднимает людей. Смотрю, люди раньше, ну вот в церкви были, но сегодня за верность, вот Сергей у нас стоит, постоянно мешает мне проповедовать. Ну, нет, Сергей. Постоянно верный человек со своей женой. И смотрю, сегодня радуюсь, Бог их поднимает. Его супруга свидетельствует о том, что Бог сотворяет чудеса какие-то для того, чтобы их ребенок попал в хорошую школу. Смотрю, в финансах начали расти. А почему? Не сразу, не в первый день. Потому что верности стоят.